...боевых операций и террористических актов даже были запрещены формально. По актуальным оценкам, в Турции им симпатизируют по меньшей мере около 2 миллионов человек. Берет начало движения еще в конце 60-х, именно тогда появилась сначала партия националистического движения Турции. Внутри этой официальной политической силы стали появляться сперва молодежные ячейки. В городах вербовали студентов, в деревнях простую сельскую молодежь. Члены этих ячеек стали называть себя идеалистами или серыми волками. Они хотели как можно скорее действовать. Поэтому на следующем этапе были открыты специальные тренировочные лагеря. Там молодежь учили обращаться с оружием. Получили они эти навыки вместо традиционного образования. В итоге получились малограмотные, но умелые и фанатичные сторонники. 70-е годы стали временем кровавого триумфа серых волков. Политические убийства были основным средством решения проблем. Среди целей были и этнические меньшинства, либералы, лидеры профсоюзов и журналисты. Всего в 70-е на счету группировки порядка 5000 убийств. Самое жестокое нападение в 78-м известно как резня в Мараш. И тогда жертвами неофашистов стали представители этнического меньшинства левиты. Боевики штурмовали левицкие кварталы, сжигая их дома и магазины. Погибло около 100 человек. Не так давно серые волки были замечены в протестах на таксиме. Устраивали акции против курдов, а также против беженцев из Сирии. Но на весь мир серые волки прославились другими акциями. Самые громкие из них в нашей подборке. 13 мая 1981 года. Покушение на папу римского Иоанна Павла II в Риме. Нападавший стрелял 6 раз. Первая пуля попала понтифику в локоть, вторая пробила палец и через тело прошла на вылет. Папе чудом удалось выжить. Стрелявший 23-летний Мехмед Али Акджа член радикальной группировки «Серые волки». Его задержали на месте. На допросе Акджа назвал папу римского главным врагом ислама. Иоанн Павел II несколько раз посещал террористов в тюрьме и простил его. В 2010-м Акджа вышел на свободу и даже положил цветы к могиле понтифика. Через несколько лет в 1988-м другой последователь «Серых волков» предпринял попытку покушения на министра Турции Тургута Азала. Политик отделался легкой травмой. В начале 90-х группировка активизировалась в Азербайджане. Участвовала в войне против Нагорного Карабаха. «Серые волки» отличались особой жестокостью. Пытали и унижали солдат армянской армии. Активистов обучали в специальных лагерях, в частности на территории Азербайджана. Подготовку там прошли сотни бойцов. По некоторым данным, именно там тренировались и будущие чеченские террористы. В частности, Шань Бельбасаев. Численность турецких бойцов в рядах чеченских бандформирований оценивалась в несколько тысяч. У уничтоженных террористов не раз обнаруживались паспорта, выданные на имя граждан Турции. Каждый человек, вступающий в организацию, приносит так называемую клятву идеалиста. В ней говорится, что, цитата, «борьба будет продолжаться, пока Турция не создаст великий Туран». Имеется в виду единое государство, охватывающее все территории, где проживают туранские, то есть тюркские народы. К ним причисляются все этносы Урала-Алтайской языковой семьи. Такая мифическая карта Великого Турана занимает огромную площадь от Балкан до Тихого океана, от Урала до Ближнего Востока. В пространстве интересов Албания, Косово, Босния, Герцеговина, Крым, Республики Северного Кавказа, вся Центральная Азия, Армения, Грузия, Афганистан, а также северо-запад Китая, включая Уйгурский округ. Серых волков не случайно называют неофашистами. Их создатель, полковник Алпарслан Тюркеш, был известен своими националистическими взглядами и даже был осужден за пропаганду фашистской Германии. В своей книге «Основные взгляды» Тюркеш сделал и такое программное заявление относительно России. Сводится оно к следующим тезисам. Поскольку самая большая масса тюркского населения